Сейчас буду подрезать, подрезать вот здесь буду половина диаметра и вот эту часть, и потом буду состыковывать. Это ненормальный дымоход, и в новых дымостроениях такое не делается. Вот стандартный диаметр дымохода. Что происходит? Он не вставляется, он не одевается, вернее. Обрезать, подрезать, подогнать, подключить, уехать, заработать с хорошим настроением. Напишите, пожалуйста. Друзья, всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, и вы на моем канале Комменбай. Сейчас мы находимся на одном из своих объектов, где два года назад я устанавливал дымоход. Да это он не устанавливал, я подключал дымоход. Позвонил мне этот клиент, говорит, Дмитрий, вы у меня монтировали несколько лет назад дымоход, необходимо сделать подключение. Подключение. Старый котел Нева меняет, меняет на новый. Новый котел Bosch Gas 6000. Сейчас я с собой несу вот такой волшебный переход. Это нестандартный переход, он идет 133++. То есть, если вы возьмете дымоход из проблемы, который заказчик сам столкнулся, он не смог одеть на 130 дымоход. То есть, 130+, стандартный 133-134 миллиметра, не одевается на котел. Это проблема Bosch Gas 6000, это атмосферные котлы, это Violent'ов проблема. Ну и сейчас посмотрим, и я вам попробую в реальном времени показать, как это делается, как делается подключение. Есть изменения, здесь еще шкаф висел по-другому. Смотрите, Bosch'ку повесили, это не мы вешали. И вот у нас выходит, это стандартные панельки. У них ревизия идет внизу, видите, открывающаяся, такая она сбоку выдвигается. Ну, это закрывает глаза на этот ЖКХ, пока это будет, будет в стране беспредел. Это ненормальный дымоход, и в новых дымостроениях такое не делается. Но в старых используется и ставится. Там никакой гильзы нет, он просто в кирпич входит дымоход. Здесь 130-й диаметр, и сейчас у нас это вот комплекты дымохода, которые остались с прошлой колонки. Вот стандартный диаметр дымохода. Что происходит? Он не вставляется, он не одевается, вернее. Хорошо, по времени перейдите на сайте дымохода. Сейчас я посмотрю. У меня уже позвонили сервисы. Полчаса где-то. Полчаса, да? Я напишу, скажу, минуту. Да. Здесь 130-ка не одевается, и вы с этим ничего сделать не можете. Высоты разные, поэтому сейчас будем что-то придумывать, друзья, через переходник. Так, вот эта у нас пошла сюда, это мы одели. Ага, у нас с высотами ограничения. Так, это вошла. Смещение осевой, есть смещение. Сейчас попробуем его выкрутить, потому что отличается сейчас выступ от стены. Вот у нас стандартно 130-ый вставляется. Ага. И миллиметр, миллиметр так. Ну да, видите? Сейчас буду подрезать, подрезать. Вот здесь буду половина диаметра. И вот эту часть, и потом буду состыковывать. Всё, друзья, я пошёл за болгаркой. Спущусь. Сейчас всё сделаем, всё будет красиво. Поняли, да какая проблема? Стандартно 130-ый не одевается на котёл. Смотрите, здесь вот вы можете сказать о том, что надо вставить вовнутрь, но это ненормально. Если вы обратите внимание, то здесь под конусом сделана вот эта бортовка, верхняя часть. То есть роликом прошли для того, чтобы загнуть выход дымохода. Соответственно, о чём это говорит? То, что здесь труба должна одеваться наружу. Единственное, что 135-ый диаметр, это нестандартно. Даже 135-ый вы здесь не оденете. Здесь больше, чем 135-ый. Здесь между 130-ти и 139-ти миллиметров. Вот этот вот переходник. Ну да, сейчас подрежем эту часть, эту часть. Я вам покажу, друзья, и потом соединю. Друзья, что было сделано? Подрезали эту длинную вставку и подрезали сам переходник. Сейчас будем колдовать, колдовать. По-другому это не назову. Как это сделать, сейчас будем смотреть. Вот этим понятно, вставляется. Там я помню, что через термошнур. Не помню, герметик есть там или нет. Тяжело мне сказать. Наша задача сейчас ставить так, чтобы потом вернуть. Есть какой-то ход. Есть какой-то ход. Будем разворачивать сейчас. Вот этот. Заходить сбоку. Просто я не вижу здесь вот как собирается. Вижу, что вставка пошла. Здесь, возможно, просто герметик. Я не хочу этот узел трогать. Просто не хочу его трогать. Сейчас попробуем. Видите, про что говорю? Не поддается он. Угу, угу. Есть. Вот, нашли. Сюда надо вот так вот, опять положение. К сожалению, еще плюс. Так, нам надо сейчас максимально туда загнать. Ага. Есть. Нам сейчас мешает вот эта вот часть. Честно, даже, блин, не хочу ее трогать. Сейчас попробую еще помучиться минуту. О, да. Ось не выставляет. Видите? Не хватает осевой. Вот она вот так выставляется. И все, так проблем нет. А у нас осевое смещение. Может, и зайдет. Есть. Есть. Да, вот, зашла. Есть. Вот, есть. Приняла свою форму. Видите? И не пришлось ничего подрезать. Здесь немножко подобьем. Здесь все четко стало. Все, друзья. Давайте проверим. Вот этот стык. Здесь термошнур стоит. Термошнур. Здесь тоже термошнур. Ну, все четко. Видите, как в итоге выкрутили? Надо помочь сейчас немножко. Сейчас этот стык. Три удара. Волшебных рукой. И все. Ну, что, друзья. Вот так. Работа сделана. Вот так сделано подключение. Ну, как вам? Нравится такая змея? Даже вполне ничего, друзья, и получилось. Друзья, закончили. Идем мы. Хотел вам показать. Пришел работник Горгаза. Минского. Я говорю, а можно снять вашу работу? Как вы принимаете? Какими средствами пользуетесь? Интересно же было зрителям. Нет, нельзя. Ни в коем случае. Вы что? Нельзя. Друзья, надеюсь, что придет время, когда работник Горгаза, когда у него спросят, а можно снять вашу работу? Он скажет, конечно, давайте снимайте. И для него эта реклама будет. И для Горгаза реклама. Они же оказывают свои услуги. Если они делают качественно свою работу, зачем им прятаться? Для чего? Друзья, ответьте, пожалуйста, на комментарий. Сколько вы готовы оплатить за эту работу? Сколько бы вы заплатили за нее, то, что я сейчас сделал? Какое подключение? Я просто для мониторинга рынка, это как в России, Украина, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Напишите, пожалуйста, только напишите, пожалуйста, в долларах, сколько вы бы готовы заплатить. И монтажникам, сколько вы берете за такую работу? Обрезать, подрезать, подогнать, подключить, уехать, заработать с хорошим настроением. Напишите, пожалуйста, в комментарии стоимость данной услуги. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, заходим в Инстаграм, также подписываемся. И как вам такой формат видео? Пока!